28 июня 2018 года обещаю мыть посуду, полы, все, что угодно, только заберите меня домой, взмолился будущий певец Максим Леонидов, которого отец после смерти мамы отдал в интернат. 29. Отношения мальчика с новой женой отца не сложились. Впервые за долгое время он обрел свой дом и настоящую семью, когда его папа развелся и женился на другой женщине. 30. На этот раз мачеха стала для Максима Леонидова настоящей мамой. Первый успех пришел к Леонидову, когда ему было едва за 20, вместе с Николаем Фоменко он создал группу «Секрет», со временем дружба между ними переросла в соперничество. 31. Отношения стали портиться, и на самом пике популярности Максим покинул группу и уехал в Израиль. Максим Леонидов родился в актерской семье, его родители познакомились в театре комедии, где играли в одном спектакле. 32. У обоих в то время были семьи, но любовь была такая сильная, что они бросили своих близких и поженились. 33. Через некоторое время родился Максим, но счастье было недолгим, когда мальчику было 4 года, его мать умерла, вскоре отец женился на другой женщине, а ребенок попал в интернат. 34. С матчах и отношений не получилось. И с отцом тоже, поэтому те 6 лет, которые они прожили вместе, я провел в интернате, рассказал Леонидов. 35. В семью он вернулся только тогда, когда в жизни отца появилась другая женщина, которая стала для Максима настоящей мамой и воспитала его. 36. Жизнь изменилась, когда Леонидов познакомился с Николаем Фоменко, тогда они оба были студентами гитмика, любили рок-н-ролл и слушали The Beatles. 37. Они основали группу «Секрет» и вскоре к ним пришла настоящая популярность. Успех, деньги, поклонницы искушения были на каждом шагу. 37. Максим тогда уже был женат, и в то время, когда он колесил по городам Советского Союза с «Секретом», его супруга Ирина гастролировала с труппой малого драматического театра. 38. У меня такое ощущение, что и она на своих гастролях не скучала, скорее всего, и у нее были мимолетные романы, но мы это тогда не обсуждали, признался Леонидов. 39. Вместе супруги прожили 18 лет, детей у них не было. 39. На пике популярности Леонидов ушел из «Секрета» и уехал в Израиль, это был 1990 год. 40. Перед тем, как переехать в другую страну, Максим был вынужден отказаться от жилплощади и советского гражданства. 40. Чтобы заработать денег, артист занимался ремонтом, хотя совершенно ничего не понимал в нем, уже потом он начал сниматься в телесериалах, играть в театре и давать концерты. 40. После шести лет жизни в Израиле Леонидов вернулся в Россию. 41. Здесь у него не было ни своего жилья, ни жены, ни былой популярности. 41. Он написал несколько песен, выпустил альбом «Командир», который стал успешным. 41. Максим почувствовал, что его место здесь и тут его зритель. 42. Отношения с женой, которая осталась в Израиле, постепенно сошли не-нет, и в жизни музыканта появилась актриса Анна Банщикова, вместе они были пять лет, после чего расстались. 42. Нынешняя супруга Максима, актриса Александра. 43. Они познакомились в театре Ленсовета, куда Максим Леонидов пришел на спектакль «Фредерик» или «Бульвар преступлений». Александра играла роль Береники. 43. После спектакля он пошел за кулисы, чтобы познакомиться с понравившейся актрисой. 44. Вскоре их отношения переросли в нечто большее, чем дружба. 45. У них уже родилась дочка, и вскоре пара решила пожениться. 45. Почему распалась группа «Секрет», как Максиму Леонидову удалось вернуться на музыкальный Олимп, и почему он расстался с Анной Банщиковой. 46. Ответы в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. 46. Ответы в программе «Следний Олимп» 48. Ответы в программе «Следний Олимп»